Позвольте представить вам не столь обширную работу, как у предыдущих докладчиков, но не менее перспективную. Итак, АУДАШ-1 позитивные клетки в иммуногистохимических подтипах рака молочной железы. Рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований у женщин всего мира. Терапия, как правило, является местным. Это может быть и хирургическое лечение, либо лучевое лечение. На сегодняшний день для наиболее перспективным считаются методы таргетной терапии, которые воздействуют на рецепторы клеток, для того, чтобы блокировать сигнальные пути и предотвратить дальнейшую клеточную пролиферацию. Однако не все так просто. Каждая опухоль достаточно гетерогенна, поэтому после лечения часто мы имеем такие проблемы, как метастазирование, либо рецидивы. В чем же причина такой гетерогенности? Причиной гетерогенности являются опухолевые стволовые клетки. Опухолевые стволовые клетки – это группа клеток, обладающих уникальными особенностями, такими как самообновление, повышенная пролиферация, а также способность генерировать гетерогенный пол раковых клеток. Стволовые клетки мы можем обнаружить и в нормальной ткани. Они также способны к самообновлению и генерации нормальных клеток. Как же это происходит? Клетка делится на две дочерни, одна из них с помощью самообновления остается стволовой, вторая низкодифференцированная, впоследствии взрослеет и превращается в нормальную тканевую клетку. Стоит отметить, что процессы пролиферации эпоптоза в данном случае строго регулированы сигнальными путями, и таким образом ткань находится в гомеостазе. Что же происходит в опухолевой ткани? Под воздействием туморогенных стимулов, фибробластические стимулы, иммунные клетки, физические и химические факторы, такие как кислородное давление в ткани, влияют на пролиферацию. В конечном итоге мы имеем опухолевый пул, который состоит из опухолевых клеток и своеобразной ниши, которая состоит из стволовых опухолевых клеток и микроокружения. Считается, что именно микроокружение стволовых опухолевых клеток причастно к резистентности к дальнейшей терапии. Также было обнаружено, что сигнальные пути ВНТ НОЧ и Хэмхок также вовлечены в резистентность к терапии. Дело в том, что эти сигнальные пути участвуют в процессе эмбриогенеза при дифференцировке нормальных стволовых клеток. При поломке сигнальных путей НОЧ и Хэмхок мы имеем изменение фенотипа нормальной стволовой клетки на опухолевую. Остается вопрос, как же выявить стволовые опухолевые клетки среди опухолевого пула? Этим вопросом ученые занимались на заре исследования этих клеток. Была проведена соответствующая работа, а именно стволовые клетки подсаживались ему на супрессированным мышам, получался какой-то опухолевый пул. Те клетки, которые давали опухолевый пул, фенотипировались и было выявлено, что они имеют фенотип CD44+, CD24-. Позже было выявлено, что все эти клетки несут на себе рецепторы LDH1A1. Что такое LDH1A1? Это альдегиддегидрогеназа, или белок, кодируемый геном 9Q2113, является исследуемым биомаркером стволовых клеток рака молочной железы, обладает прогностическим значением при экспрессии в опухоле или строме органов. Целью нашего исследования было определение пулы LDH1 позитивных опухолевых клеток в разных иммуногистохимических подтипах инвазивного рака молочной железы. В связи с гетерогенностью заболевания, а также в связи с рекомендациями специалистов САМГЛЕН 2015 года, все случаи были разделены на 5 иммуногистохимических подтипов. Давайте посмотрим, что это за подтипы. Гормон рецептор негативный, HER2 позитивный подтип. Эстероген, прогестерон рецепторы не экспрессируются, HER2 гиперэкспрессия, КИ67 высокий. Гормон рецептор положительный, HER2 положительный подтип. Рецепторы эстерогена и прогестерона высокий, HER2 гиперэкспрессия, КИ67 высокий. Люминальный А подтип. Эстероген и прогестерон экспрессируются в высоком уровне экспрессии, HER2 отсутствует, КИ67 низкий. Тройной негативный подтип. Рецепторы эстероген, прогестерона и HER2 отсутствуют, КИ67 высокий. Все исследования проводились в нашей лаборатории на оборудовании Вентана. Была исследована панель эстероген, рецептор, прогестерон, HER2, экспрессия белка КИ67. Для определения ALDAH-1 позитивных опухолевых клеток в опухоле популяции исследовали наличие белка в клетках опухоли. Оценка экспрессии ALDAH-1 проводилась по 4-бальной шкале. Оценка 0 ставилась при отсутствии окрашенных клеток 1+, если количество окрашенных клеток было менее 10% опухоли, 2+, если количество окрашенных клеток было от 10 до 50% опухоли, и 3 плюс количество окрашенных клеток более 50%. Что же у нас распределение случаев по иммуногистохимическим подтипам? Мы видим, что кроме люминального АБ, в принципе, все подтипы у нас, выборка во всех подтипах идентична. Что же у нас получилось? При исследовании люминального АП типа инвазивной корциновой молочной железы выявлено, что 75% случаев не экспрессируют этот рецептор, 21% случаев экспрессируют рецептор с оценкой 1+, и 4% случаев 3+. При исследовании люминального АП подтипа инвазивной корциномы 77% не экспрессируют рецептор ФЛДН, 23% оценены как 1+. При исследовании гормон рецептор позитивного ХЕР-2 позитивного подтипа выявлено, что 72% случаев не экспрессируют Алдаш 1 рецепторы, 16% оценены как 1+, 12% как 2+, 3+. Случаев здесь не обнаружено. Гормон рецептор негативный ХЕР-2 позитивный подтип, 56% не экспрессируют Алдаш, 24% оценка 1+, 12% случаев 2+, и 3% 3+. Тройной негативный подтип, 82% нет экспрессии, 4% оценка 1+, и 14% 3+. Позвольте сделать несколько выводов на основании вышесказанного и представленной диаграммы. В разных иммуногистохимических подтипах обнаружено разное соотношение Алдаш 1 позитивных опухолевых клеток, в общем, пули клеток рака молочной железы. В группе с высоким содержанием Алдаш 1 позитивных опухолевых клеток преобладают в случае гормон рецептор негативного ХЕР-2 позитивного и тройного негативного подтипа. Дело в том, что эти подтипы считаются наиболее неблагоприятными по прогнозу и дают не очень хорошие результаты в ответ на химиотерапию. Наиболее выражен пул Алдаш 1 рецепторов в тройном негативном подтипе за счет случаев, оцененных на 3+. Хотелось бы сказать спасибо сотрудникам нашей лаборатории, моим коллегам за помощь в работе, особенно, в особенности нашему заведующему сезонному Сергею Валеновичу. У меня все. Спасибо за внимание. У нас есть возможность обсудить представленные результаты. Пожалуйста, вопросы. Так, Николай Васильевич, пожалуйста. Большое спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вы коррелировали содержание дегидрогеназы 1А1 с лимфогеном метастазированием, исходом заболеваний и размером опухоли? Спасибо за вопрос. Нет, у нас не было такой цели, по крайней мере, на данном этапе, хотя, наверное, предложение правильное, и, может быть, этим стоит значиться. Я бы не... Скажите, пожалуйста, сколько больше дегидрогеназов подробностей? В данном исследовании представлено, по-моему, 110 случаев, но на данный момент это уже порядка, наверное, 300 человек. Я тоже знаю. Можно я задам, да? Александр Александрович, вот два вопроса. Значит, во-первых, мы говорим о ферменте определенном или о рецепторе этого фермента. Я не совсем понял. Вы вначале обрисовали это как фермент, а потом сказали, что вот рецептор там-то и там-то представлен. На чем речь идет? Речь идет о рецепторах, КЛДАШ-1. О рецепторах этого фермента. Так, хорошо. И теперь вы приходите к выводу, что наиболее часто три плюса, то есть наиболее выраженной экспрессии, наблюдалось трижды негативным и хер два позитивным. Так я вас понял. Значит, вы нас склоняете к тому, чтобы мы пришли к выводу, что наиболее агрессивные формы сочетаются с более высокой экспрессией этого параметра, с вашего говоря. О чем это говорит в переводе на доступный язык, что присутствие... Ну, ответьте сами. О чем это говорит? Мне кажется, это говорит о том, что именно агрессивность случаев, да, связана с наличием, ну, если так не бояться говорить, опухолевых стволовых клеток. Мы должны обращать именно на эти два подтипа свое внимание при назначении терапии, либо при, ну, глобально если мыслить, при, скажем так, точке преломления каких-то таргетных препаратов, потому что часть этих опухолей, она достаточно значительна, и жаль, что эти случаи как бы выходят из-под нашего контроля. Хорошо, это, ну, понятно, такая точка зрения. Но, а с другой стороны, можно рассматривать этот параметр как самостоятельный маркер агрессивности рака молочной железы? Ну, я вижу, что частота вот выявлению трех плюсов не столь высока, но, тем не менее, можно ли так на это смотреть, независимо от подтипов рака молочной железы? Вот вы не знаете ничего о подтипах, а только смотрите экспрессию этого параметра. Это как-то нас связывает по рукам и ногам, или это говорит о том, что мы можем его отнести там к показателям агрессивности? Я думаю, что мы можем это сделать. Другое дело, что пока... Нет таких оснований. Нет оснований, нет рекомендаций экспертов. И последний вопрос, поскольку это важно для рака молочной железы, вот там молодой человек спрашивал, какая у вас была выборка, я немножко иначе это сформулирую. Как они делились на больных, находящихся в репродуктивном, именно паузальном периоде? Я, к сожалению, не могу ответить вопрос, мы не делили их на такие группы. Но я думаю, что это, в принципе, имеет смысл посмотреть, потому что это может также и указать какое-то направление дальнейшей работы. Спасибо вам большое.